здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на сегодня на пятницу 25 ноября конец недели и давайте посмотрим что же пишет сегодня британская пресса о чем ее главные статьи но на первых страницах пятничного сегодняшнего номера в каждой газете практически представлены самые разные истории но немного больше уделяется сообщением о правах студентов которым запрещают перебираться в англию по крайней мере усложняют им жизнь давайте об этом и посмотрим что именно пишет газета таймс предположим газета таймс сообщает что иностранные студенты ожидается станут основными целями усилий по сокращению иммиграции после того как выяснилось что чистая миграция достигла рекордных 504 тысячи человек за год и эта статистика только до июня месяца газете говорится что иностранным студентам может быть запрещено приезжать в великобританию если они не получат до этого места в одном из лучших университетов похоже на то что даже дедушка мороз пытается затащить сюда студентов в обход всех законов не забывайте подписаться на его канал чтобы дед мороз в этом году поздравил ваших детей онлайн а мы переходим к газете ай по словам которой говорится что министерство финансов обеспокоено тем что планы могут нанести ущерб экономике и против этого шага также выступают министерство иностранных дел и министерство образования но министр внутренних дел сойла бреверман настроено действовать решительно для того чтобы снизить миграцию как вы понимаете эта информация тоже касается студентов газета daily express сообщает что рекордный уровень миграции был в три раза выше чем в предыдущем году причем цифры резко возросли после снятия ограничений на поездки после пандемии в газете говорится что госпожа бреверман хочет восстановить доверие к миграционной системе великобритании заняться опасными незаконными пересечениями английского пролива ну или ла-манша кто как привык на мой взгляд все вот эти вот увеличение количества мигрантов начало происходить только после выхода великобритании из европейского союза после брексита но это это мое мнение газета guardian пишет что депутаты потребовали провести расследование после того как государственные контракты были заключены с поставщиками средств индивидуальной защиты во время пандемии после обвинений которые были связаны с одним из консерваторов об этом сообщает guardian газета daily mirror сообщает что royal mail выплатила акционерам почти 2 миллиарда фунтов стерлингов с момента приватизации в 2013 году но по-прежнему отказывается предоставить сотрудникам royal mail достойную прибавку к зарплате газета называется ситуацию как написано в заголовке первоклассным позором ну здесь отсылка конечно же к почтовым маркам первого класса которые тоже очень дорогие как сообщает газета daily телеграф бывшие премьер-министры боли борис джонсон и лис трасс присоединились к восстанию тори требуя отмены запрета на строительство новых наземных ветряных электростанций в газете говорится что повстанцы ну в кавычках хотят чтобы этот запрет был снят в рамках мер по преодолению энергетического кризиса но называют решение газета называет решение господина джонсона и госпожи трасс присоединиться к таким восставшим вызовом для власти ну власть имеется ввиду реши сунок который против строительства вот этих новых ветряных энергогенераторов газета daily mail ведет голосование врачей общей практики за ограничение их рабочего времени с девяти утра до пяти дня это изменение которое по словам газеты может означать что услуги врачей будут сокращены на два с половиной часа в день об этом поговорим попозже в выпуске более подробно газета метро пишет что ожидается что английские болельщики сегодня выпьют 30 миллионов пинт наблюдая за игрой команды великобритании против команды америки сегодня вечером газете говорится что пабы которым все которые все еще испытывают трудности после пандемии должны быть заполнены к этому матчу и это событие даст экономике толчок и прибыль на 300 миллионов фунтов стерлингов вот так судя по всему за счет футбольных фанатов государство здорово поправит свое финансовое положение футбольные болельщики планируют уйти сегодня с работы пораньше для того чтобы посмотреть как англия сыграет с америки на чемпионате мира об этом сообщает газета daily star ну если вы тоже собираетесь уйти пораньше напоминаю матч состоится в 7 вечера не опоздайте в интервью газете в интервью опубликованном газете financial times президент украины зеленский пообещал что попытки россии разрушить энергетическую инфраструктуру его страны не ослабят его решимости противостоять вторжению и вернуть себе всю оккупированную территорию эта война за силу и за стойкость сказал зеленский ну газету financial times беспокоит именно эта тема газета sun сообщает что дэвид уолямс ушел с поста судьи британского шоу талантов это произошло после того как комик был вынужден извиниться после того как в сеть просочились просочилась информация о том что он оскорбляет участников телевизионного шоу источник сообщил газете что уолямс считает что ему пора двигаться дальше и поэтому уходит самостоятельно но на этом с газетами мы покончили давайте перейдем к основным новостям не переключайтесь служба по надзору служба по надзору за расходами парламента принесла извинения за публикацию рекомендаций которые депутаты могли потребовать в отношении стоимости рождественской вечеринки в своем офисе как вы помните я несколько дней назад об этом рассказывал независимое парламентское управление по стандартам столкнулась негативной реакции самих же депутатов после того как они заявили что могут претендовать на проведение праздничных встреч у себя на рабочих местах депутаты со всех сторон отвергли это руководство именно сейчас один из депутатов назвал его безумным на фоне кризиса стоимости жизни ну как я говорил в одном из предыдущих выпусков на прошлой неделе депутатам сказали что они могут претендовать на праздничные офисные мероприятия для сотрудников используя деньги налогоплательщиков но могут использовать эту возможность только до тех пор пока вот эти вечеринки носят парламентский характер они партийно политический и представляют собой соотношение цены и качества депутатам сказали что они могут требовать оплатить еду украшения и напитки но только не алкогольные ну и теперь они от этого отказываются британская армия достаточно велика если ее единственная цель оставаться дома в британии слоняться без дела об этом сказал министр обороны великобритании бен уоллес он сделал это заявление во время визита в осло в норвегии на этой неделе добавив что вооруженные силы страны нуждаются в надлежащем финансировании правительство ранее обещало увеличить военные расходы до 3 процентов но новый канцлер джереми хан с тех пор заявил что оборонный бюджет не увеличится до обновления комплексного обзора внешней политики это все связано с тем что армия собирается сократить около 10 тысяч военнослужащих в рамках планов по сокращению расходов одобренных министрами в прошлом году в великобритании скоро останется всего 72 с половиной тысячи солдат и это является самым низким показателем со времен наполеоновских войн более двухсот лет назад господин волос сказал что размер вооруженных сил зависит от премьер-министра решения сунака и внешнеполитических целей его правительства он добавил если мы просто хотим сидеть дома и немного шалить играя в войнушку именно дома то у нас есть достаточно большие вооруженные силы но что стоит за этими заявлениями можно только догадываться вчера вечером врачи общей практики проголосовали за сокращение своего рабочего дня с 9 утра до 17 часов утверждая что более продолжительный рабочий день дискриминирует тех врачей у которых есть семьи семейные врачи которые зарабатывают в среднем 111 900 фунтов в год теперь будут лоббировать для того чтобы изменить основные часы работы общей практики с нынешних восьми утра до 6 30 вечера с понедельника по пятницу и это все может означать что услуги будут сокращены на два с половиной часа в день и это как обычно еще сильнее стукнет по приему пациентов на ежегодной конференции местных медицинских комитетов англии в четверг врачи общей практики пожаловались на то что нынешние условия работы являются патриархальными и не учитывают тех у кого есть дети подавляющим большинством проголосовав за компанию за более раннее время закрытия ну что ж вот на этой инфографике вы видите пропорцию того сколько пациентов попадало к квалифицированному врачу на самом-то деле всего всего 44 и 3 процента попадали на осмотр к врачу 52 и 4 процента попадали на осмотр каким-то другим помощником врачей медсестрам медбратьям там не знаю каким-нибудь сантехникам еще кому-то потому что 3 процента 3 и 3 процента попадали вообще неизвестно кому на осмотр и судя по всему если действительно они добьются вот этого сокращения рабочего дня то нам снова придется переходить на удаленку судя по всему получать консультации по телефону и причем неизвестно кто нас примет реальный врач или какой-нибудь медбрат мы записаны на массаж простаты ну так вот это же другое дело ближайшее время 18 30 приезжайте нет мы записаны на массаж простаты по удаленке ученые говорят что они совершили прорыв разработав вакцину против всех 20 известных типов гриппа то есть новая вакцина в ней используется все та же технология мессенджер рибонуклеиновой кислоты что и в успешных вакцинов против к вида грипп мутирует как они нам говорят и текущая ежегодная прививка обновляется для того чтобы обеспечить наилучшее соответствие циркулирующему типу гриппа но вероятно она не защитит от новых типов пандемии новая вакцина вызвала высокие уровни антител в тестах на хорьках и мышках которые могли теперь уже бороться с широким спектром заболеваний содержащиеся в вакцине антигены безопасные копии распознаваемых фрагментов из всех 20 известных подтипов вирусов вирусов гриппа это а и б категория и теперь эта прививка может научить иммунную систему бороться с этими вирусами и будем надеяться с любым новым штаммом как написано который может спровоцировать пандемию именно об этом говорят исследователи в журнале наука идея здесь состоит в том чтобы создать вакцину которая даст людям базовый уровень иммунной памяти к различным штаммам гриппа сказал доктор скотт хэнсли это один из ученых одного из университетов когда произойдет следующая пандемия гриппа будет гораздо меньше болезней и смертей сказал он ну да как обычно мы все ждем какую-то универсальную таблетку от всех болезней можно как-то попонятнее короче это фиговина лечит любую хрень ну что а как это ну сообщается что семьям со средним доходом может быть выделено до 15 тысяч фунтов стерлингов для того чтобы сделать их дома более энергоэффективными соответствии с новыми планами правительства секретарь по делам бизнеса гранд шапс собирается объявить о новом фонде в размере в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов под названием эко плюс который поможет домовладельцам которые могут внести свой вклад в стоимость работ у правительства уже есть схемы оплаты повышения энергоэффективности домов для семей с низким доходом поскольку она надеется помочь плательщикам счетов экономить деньги в условиях резкого роста цен на энергоносители согласно новым планам подходящее домохозяйство смогут финансировать установку изоляции чердака и полых стен а также устанавливать интеллектуальные средства управления отоплением такие как усовершенствованные термостаты как вы видите на этой фотографии и также термостатические клапаны об этом сообщается в газетах но и судя по всему вот такие предметы будут управляться где-нибудь издалека одной кнопкой как обычно по новому законодательству распространение изображений которые содержат в себя вырез блузки ну вот как вы видите на этой фотографии кто-нибудь может так сфотографировать вас неожиданно и выложить это в интернет а также порнографических дипфейков без согласия человека будет считаться преступлением эта информация достаточно важная и она касается очень многих особенно подростков их одноклассники любят шутить делая всякие дипфейки фотографии и выкладывать их в интернет так вот теперь правительство подтвердило что поправка к законопроекту о безопасности в интернете предоставит полиции и прокуратуре больше полномочий для привлечения виновных к ответственности согласно новым предположениям люди которые распространяют дипфейки это откровенные изображения или видео которые были изменены чтобы они выглядели как кто-либо без согласия этого человека могут быть теперь эти люди могут быть заключены в тюрьму министерство юстиции также намерено принять законы которые запрещают установку оборудования в том числе скрытых камер для съемки или записи изображений кого-либо без его согласия министр юстиции доминик раб заявил что поправка позволит прокурорам как он сказал обрушится тонной кирпичей на головы тех кто оскорбляет или запугивает женщин или девочек прокурорам больше не нужно будет доказывать что эти люди намеревались причинить страдания своим жертвам в некоторых случаях просто в соответствии с действующим законодательством мужчины признавались что делились интимными изображениями женщин без их согласия но не подвергались после этого судебному преследованию поскольку заявляли что они не намеревались причинить какой-либо вред своим жертвам я знаю некоторых людей которые попадались на такую ситуацию в фотошопе просто переделали там лицо и так далее и это очень серьезно теперь нарушение так что будьте осторожны если вы даже собираетесь над кем-нибудь просто пошутить владелец парикмахерской отправил 25 тысяч фунтов боевикам и гил в сирии после того как потребовал помощь в качестве кредита на возмещение ущерба от ковида и суд теперь разбирается с этой ситуацией 43-летний тарек на мусс обвиняется в отправке не менее семи платежей в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года для финансирования террористов на мусс получил субсидию от своего местного совета хаммерсмит и фуллэм в западном лондоне когда полиция провела обыск в его парикмахерской боскрю барберс в мае прошлого года они обнаружили 3000 фунтов наличными и спрятанный телефон в котором они нашли сообщение контактному лицу в сирии видео с процессом изготовления бомбы и кадры которые показывают как нужно убивать ножом за несколько месяцев до своего ареста он совершил 7 переводов на общую сумму 1280 фунтов человеку по имени яхья ахмет алия в сирии где на мусс жил до 14 лет и вот попросив компенсацию которую он считает что он потерял эти деньги во время камеи до к вида он отправил все эти деньги своим друзьям в сирию я надеюсь что те кто из моих зрителей получал какую-либо компенсацию от государства потратили эти деньги более адекватно все из нас кто работает в британских компаниях понимают что такое team building и сталкиваются с такой ситуацией что раз в неделю вся компания идет куда-нибудь в паб и там выпивает перед тем как пойти домой то есть сбрасывают стресс за неделю так вот представьте себе француз получил законное право быть скучным на работе после того как его коллеги высмеивали за то что он не хотел идти в паб после окончания рабочего дня француз выиграл в суде две тысячи пятьсот семьдесят четыре фунта после того как его уволили за то что он недостаточно веселился на работе и не общался с коллективом компания решила уволить его еще в 2015 году обвинив в том что он слишком скучный фирма попросила сотрудников фирма просила сотрудников но там как бы позволялось мне употреблять большое количество алкоголя в течение ну в конце недели не вплоть до того что поощрялись такие совместные ночевки где-нибудь у кого-нибудь на квартире но кассационный суд парижа решил что мужчина имеет право не участвовать таких вечеринках мужчина подал в суд соответственно через свою страну через францию и да ему дали право не участвовать таких вечеринках компания которая уволила его за профессиональное несоответствие обвинив его в скучности за это он потребовал еще триста девяносто пять тысяч шестьсот тридцать фунтов за ну в качестве компенсации за ущерб который суд рассматривает на последующем слушании представьте себе то есть если вы не хотите идти и выпивать со своими коллегами на работе а вас заставляют вы можете подать на них в суд на достаточно большую сумму представляю как это происходило на самом деле да и немножко футболе два рыцаря в маскарадных костюмах были замечены на фотографиях в социальных сетях в тот момент когда они пытались пройти через систему безопасности перед матчем англии с ираном еще в понедельник они были одеты в пластиковые кольчуги и шлемы с георгиевским крестом утверждается что эта пара у которых также были пластмассовые мечи перед началом игры их выпроводили четыре офицера от ворот службы безопасности аналогичный опыт может ожидать тех кто посетит сегодняшний матч против сша поскольку сообщено что болельщикам трех львов запретили одеваться как христианские захватчики это все происходит из-за того что болельщики из англии которые долгое время поддерживали команду носившие носившую нося одежду святого георгия покровителя страны на предыдущих чемпионатах мира на этот раз столкнулись с большими проблемами не из-за то из-за этого фифа и группы по борьбе с расизмом сказали что переодевание в крестоносцев в арабской стране такой как катр может быть воспринято как оскорбительное учитывая исторический контент контекст некоторые жители дохи похоже были расстроены таким выбором одежды британскими болельщиками учитывая что религиозные войны между 1095 и 1291 годами были связаны с захватом земель и святых мест под контроль ислама напомню игра будет сегодня вечером в 7 часов не опоздайте и дома у себя вы можете одеваться как угодно никто вам ничего за это не скажет ну а сейчас учитывая что игорь павлов заболел после какой-то очередной вечеринки я расскажу о погоде давайте посмотрим что происходит сегодня для многих будет яркий ветреный день в западных районах время от времени будут наблюдаться дожди а в северной шотландии будут частые сильные дожди продолжительные солнечные периоды будут в других местах кроме шотландии сегодня ночью и сегодня вечером и ночью облачность будет сгущаться запада но самой ночью в восточной и южной англии будет много ясных периодов на северо-западе возможно кратковременные дожди но вот то что вы видите на этом видео посмотрите то что происходит вот такой синий просто такой шторм я бы сказал он настигнет нас в субботу я так понимаю субботний день будет полностью под дождем посмотреть как накроет всю британию такой полосой и это будет течение всей субботы до вечера зато воскресенье когда это волна воды вот этот океан вертикальный пройдет дальше в европу все будет уже получше посмотрите ну будут мелкие какие-то дождики которые накроют только где-то середину страны так что не беспокойтесь если вы даже намокнете в субботу то в воскресенье у вам удастся высохнуть под солнцем которое все-таки выскочит из-за этих туч ну что ж на этом я с вами готов попрощаться до следующего выпуска который выйдет ну скорее всего в понедельник официальный выпуск выйдет понедельник а на выходных вполне возможно что какой-нибудь дополнительный выпуск вас и ожидает в любом случае желаю вам прекрасно провести эти выходные независимо от погоды почаще улыбайтесь и все будет хорошо в студии был олег хил всего вам доброго в субботу и